МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодежный ресурсный центр Акмолинской области функционирует с 2014 года. Начиная с 2014 года была проведена очень огромная работа. Основным предметом деятельности молодежного ресурсного центра является оказание поддержки молодежи. В таких сферах, как разъяснение государственных социальных программ, поддержка молодежных инициатив, разъяснение программ по предпринимательству, по государственным программам, именно в сфере предпринимательства, очень огромная работа ведется. Поддержка волонтерского движения, так как на форуме открытия года молодежи, наш первый президент Республики Руслан Бишназарбаев, очень сильное внимание уделил именно волонтерству. Также молодежный ресурсный центр распечатывает буклеты, какие-то методические пособия для распространения по вузам, колледжам. Все это ведется, вся эта работа ведется очень активно с молодежью, именно в плане молодежной политики, развития молодежной политики в Акмолинской области. Вы обозначили несколько направлений работы центра. Какое из них развивается успешнее всего, а где еще требуется усиленно поработать? Вообще все эти направления развиваются в очень хорошей геометрической прогрессии. Хотелось бы взять пример трудоустройства. С начала года 2019 по всей области была проведена 241 консультация по трудоустройству. 53 из них, из этих 241, была проведена именно в областном ресурсном центре. По итогу этих всех консультаций было трудоустроено 207 человек по области. Также молодежный ресурсный центр ведет страницу в социальной сети ВКонтакте, работа в Кокштал, она называется. С начала года было опубликовано 529 вакансий в ней, и она имеет более 33 тысяч подписчиков. Также хотелось бы выделить волонтерство. В Акмолинской области очень сильно развивается волонтерство, и даже в городе Кокштал зарегистрировано 4 волонтерских организации. Со всеми ними мы очень хорошо контактируем, очень хорошо взаимодействуем. К примеру, хочется взять волонтерский центр «Феникс». Были проведены очень много мероприятий совместно с ними, такие как «Снежный десант». Ребята навещали пожилых людей, которые живут одни, помогали им чистить снег, колоть дрова, перекидывать уголь, но это все проходило в зимний период. Недавно провели супер-субботник на берегу озера Копа. 4 мая мы собрали 35 мешков мусора, тем самым очистив городской пляж и сделав берег нашего любимого озера Копа немного чище. Также на наурыз ребята с волонтерского центра «Феникс» подарили многодетным семьям подарки, специально приготовленные для этого праздника, и устраивали небольшие сценки. То есть все направления успешны? Все направления очень успешны. Ну, хотелось бы отметить, конечно, очень тяжело работается с девиантной молодежью. Немного натужено, потому что не ко всем сразу можно найти подход. Поэтому в этом направлении мы усиленно работаем, и к каждому находим новый подход, новые методики. Каким мероприятием, организованным вашим центром, был ознаменован Год молодежи? Вообще все мероприятия, которые проходят в этом году, они идут под эгидой Года молодежи. Но хотелось бы отметить, конечно, форум с участием Акима области. Аким области встречался с молодежью Акмолинской области, и тем самым Аким лично дал старт Году молодежи в нашей области. Встреча прошла в очень такой, в открытом формате, в диалоговом формате, в такой очень теплой атмосфере. Как известно, в летний период на территории Акмолинской области проходит масса ярких мероприятий, организаторами которых является Молодежный ресурсный центр. Расскажите, что запланировано в 2019-м? Так как наш Ельбасы 5 октября прошлого года объявил 2019 год Года молодежи, на весь год у нас запланирована масса интересных мероприятий. Так, с начала года в Зерендинском районе, сразу после Нового года прошли лыжные гонки, лыжный марафон. Также 18 мая будет проходить в Жеркалинском районе чемпионат области по легкой атлетике среди молодежи с особыми потребностями. Также хотелось отметить, недавно проходили соревнования по стритболу областные. Также на все лето вообще во всех районах запланированы такие площадки, как Киновечера под открытым небом и фестивали, тоже под открытым небом. Будет специальная группа, инициативная группа выезжать в районы Акмолинской области и как бы устраивать концерт для молодежи. В каждом районе у нас есть районы МРЦ, через них мы будем запускать афиши в соцсетях, все будет максимально, так сказать, освещено. В работе с молодежью нельзя забывать о патриотизме. Что делает центр в этом направлении и что такое патриотизм лично для вас? Молодежный ресурсный центр Акмолинской области проводит очень много мероприятий и встреч с молодежью именно в плане патриотизма. Ежегодно по районам Акмолинской области выезжает молодежно-информационно-пропагандистская группа. Далее я расскажу, что такое. Она рассказывает молодежи, рассказывает и разъясняет все, например, послания президента. В прошлом году мы разъясняли все государственные программы, также по предпринимательству, по трудоустройству, по жилью, например, по приобретению жилья. Все эти программы ясно объясняются. Также ежегодно проводится общественная лекция «Бастал Токс». Актуальность проведения данной лекции обусловлена вхождением нашей страны в тридцатку самых конкурентоспособных стран мира, так как за предпринимателями просто будущее. предпринимательство – это фонд вложения в будущее. Патриотизм для меня – это в первую очередь любовь к своей родине и желание, и возможность помочь ей в развитии. Кто может вступить в ряды вашей организации? В ряды нашей организации может вступить любой желающий получить бесценный опыт работы в молодежной политике и в сфере молодежи в общем. Если молодой человек очень активный, целеустремленный, умный и нацелен на результат, то может приходить к нам в организацию, и мы направим его на правильный путь. Даниэль Еркенович, спасибо вам большое за подробную интересную информацию. Ну а наша программа «Мезгель» подходит к завершению. Каждый день мы раскрываем самые разнообразные актуальные темы дня. Не пропустите следующие выпуски на телеканале КОКЩЕ. С вами была Зарина Десекеева. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова